Очень много людей отвлекнулось. Мы, если про себя говорить, в фейсбуке, в одноклассниках, в соцсетях размещаем, пожалуйста, приезжайте, помогайте. То есть поддержка, помощь любая нужна. Женская, на кухне, на раскладке вчера наши помогали девочки. Сегодня мы на кухне. Мужская сила нужна и дрова делать, и перекладывать грязь, и на технике. У кого есть техника, тоже нужна. В технике, конечно, особенно нуждаются люди. Люди поддерживают не только своим присутствием, они посылают продукты, воду. Это тоже хорошо. Это только сейчас начало идет. Вот все. То есть еще, я думаю, что месяц, наверное, надо будет все это восстанавливать, помогать людям. Вода нужна в первую очередь, сухопаек. Да, да. Скоропортищие продукты очень сложно контролировать, передавать. Помощь гуманитарную, которую со всего города, кто может, неравнодушные жители собирают, кто что может. Буквально, если вы там посмотрите, начиная с памперсов, крупы, мука. Ну, сейчас даже, честно говоря, пока мукой даже некому работать. Но, тем не менее, это население все равно даже в будущем, пока у них инфраструктура восстановится, пострадавшие дома будут нуждаться. Ну, как вы сами видите, не все дома одинаково пострадали. То есть есть дома, в которых нет просто света и воды, например, но они не разрушены. А есть дома, которые почти полностью разрушены, валуны у них во дворах прям лежат, и дома разрушены. То есть совсем пострадавшие люди, которым даже, извините, сесть негде, чтобы там посидеть, поесть. Они работают целыми днями. И вот в основном приходят люди, которые не очень пострадали. Сейчас в те районы Акимат, в принципе, организовал, туда ездит водовоз с водой. А это вот жители, которые говорят, у меня машина в гараже осталась, заваленная грязью, помогите мне вытащить машину. Ну, то есть пока таким людям, вот волонтеров недостаточно. Вот если были волонтеры, они бы им помогли. А сейчас вот работают все службы, ДЧС, военные, они вот помогают наиболее пострадавшим. Жители очень активно участвуют, ну, такие сознательные, которые видят, что они не так пострадали, чем в других районах того же самого их поселка. Поэтому всякие жители есть. Плохо говорить не буду, а то получится, что они все плохие. На самом деле есть очень настроенные патриотично, даже вот к своим соседям, идут навстречу. Все, что у них есть, они приносят.